Более 50 тысяч просмотров эфиров всего за неделю. В Чебоксарах по инициативе городского управления образования стартовал особый познавательно-занимательный проект для школьников. Подробности узнаем у Натальи Мальчиковой. Дистанционный проект призван занять школьников по всем направлениям их интересов. Онлайн-марафон при этом рассчитан на весь день. И прямо сейчас мы можем наблюдать, как проходят занятия по программе «Занимательный час». Актуальность проекта очевидна. Поддержать и направить ребят в нужное русло. Понятно, что многие сидят в компьютерах, так пусть сидят с пользой. В проект приглашают профессиональных педагогов, спортсменов, психологов, да и просто интересных людей, известных в различных сферах деятельности. Они проводят мастер-классы, тренинги, делятся советами, как построить день. Формат марафона самый, что ни есть подходящий. Наша тема невероятно велика. Велика, причем в прямом и переносном смысле. Мы с вами вместе отметим величайший праздник – 75-летие Победы. Кстати, какого числа завершилось это событие? Уверен, кто ответил 9 мая, большой молодец и учится на сплошные пятерки. Нам захотелось как-то, вот я говорю, оживить, как-то представить более позитивно. Но и в то же самое время, я говорю, очень хотелось, чтобы наши горожане знали город. Показывают родителям, и они с удовольствием сидят вместе, листают этот журнал. Хотелось также сподвигнуть, чтобы дети больше узнали о своих предках, о своих прадедушках, о своих дедушках, и тем самым сподвиглись на творчество. Пусть это будет маленькое зернышко, но оно поселится в сердцах, в умах наших деток. Знание истории страны, своей семьи – это то, чем можно гордиться. Также в рамках марафона под девизом «Верь в себя, ты талантлив» стартовал фестиваль детского творчества «Звездный час». Фестиваль видеороликов «Звездный час», где может принять участие каждый желающий. Отбираются три лучшие работы, которые будут награждены 1 июня, в Международный день защиты детей. Вечером ребята вместе с родителями могут продолжить участие в различных дистанционных и онлайн-конкурсах. Их 9 по республике и 17 по столице. Смотреть эфир и следить за анонсами можно через ссылки на официальном сайте Управления образования и в соцсетях. Лучших участников проекта ждут награды. Итоги подведут 1 июня в День защиты детей. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин